Всем привет! С вами распаковочка упаковочки. Я надеюсь, вы рады меня видеть. Мы будем раскрывать с вами посылочки Озон. Если вам это интересно, то, пожалуйста, оставайтесь. У нас с вами сегодня 20 декабря 2020 года. Надо очень поторопиться, чтобы успеть к Новому году, чтобы всё было по плану. В общем, если вам интересно, пожалуйста, оставайтесь. Немножко не поняла я прикола, что творится у нас вот в этой вот коробочке, потому как пыталась понять, почему она такая тяжёлая, но так и не поняла. Давайте же посмотрим, что здесь. 1058 грамм. Я уже не помню, если честно, что это. Внимание, внимание, тут не что иное, как мыльце. Мыльце, вот такое вот жидкое мыло. Но у нас, знаете, я не помню, то ли оно хозяйственное мыло, то ли ещё какое-то. Я нашла самое дешёвое мыло, и на него были самые классные, что ни на есть отзывы. Это было очень странно, поэтому я не могла его не взять. Выглядит, ребят, так, как будто это, не знаю, литр сгущёнки налили сюда. Вот, тяжёлый просто, очень тяжёлый. Сейчас я вам покажу саму упаковку этого товара. Вот она, экономия, ну, эко-мания, нет, экономия. Блин, шикарное название для этого продукта, ну, вообще, видимо, для этой фирмы. В общем, что пишут ребята и девчата, которые стирали, ой, ну да, кстати, они стирали этим тоже. В общем, что это средство универсально и справляется, ну, если не совсем, то практически совсем. Этой штукой стирают вещи в стиральной машине и стирают вручной стирке, ну, то есть руками вещички всякие. И моют посуду, и моют руки, как жидкое мыло используют. Моют полы с ними, короче, с этой штукой точнее. И, в общем, вы знаете, я подумала, почему никто мне не сказал об этом раньше? Я бы очень на многом сэкономила. Вот. Ну, не знаю, ребят, посмотрим. Может быть, не так всё сказочно, как люди там пишут. Может быть, просто это у них такое вот впечатление от продукта. Потому что, ну, мало ли, у всех, ну, знаете, своё понимание о том, хорошо ли это или плохо ли. И тем более воздействие, там, например, на кожу рук, да, тоже своеобразное. Кому-то, может быть, он привык так, ну, портить свои ручки, да. Вот. Ему кажется, всё нормально. Он помыл, и всё. Они сухие, и всё. Ну, типа, как всегда, как надо. Вот. Но на самом деле, если оно будет сушить, то оно вообще не подходит для этих дел. Вот. Так что, заботитесь о себе. Не экономьте на таких продуктах. Я сэкономила, потому что, во-первых, повелась на отзывы. Ну, как повелась? Может быть, действительно это средство хорошее. Вот. Будем всё-таки доверять людям, да. Вот. Это первый вариант. Ой, первый пункт. А второй пункт – это то, что мне действительно нужно было сэкономить. Вот. Причём очень срочно сэкономить. Поэтому у меня просто не было выбора. А так, а так, следите всё-таки, чтобы кожа ваших рук была нежной. Чтобы, ну, вообще всё, что вы добавляете куда-либо, с чем вы стираете тоже, чтобы было безопасно для вашей кожи. Неважно, что вы там стираете. Постельное бельё или рубашечки, там, не знаю, брюки, какие-нибудь толстовочки, да. Всё-всё-всё. Но будьте, конечно, с этим аккуратны, чтобы не было никакой ни аллергии, ни каких-то побочных эффектов. Вот. В общем, Даша высказалась на эту тему. В общем, пока-пока мне всё нравится. Бутыль, видите, она огромнейшая. Если её использовать экономно, её вообще хватит на огромный, ну, огромный период времени, скажем прямо. Вот. Дай бог, чтобы она была просто сама по себе хорошая. Ну, то есть, не сушила там особо прям руки, ну, хотя бы не с первых секунд, не с первых, я не знаю, не с первого месяца. Хотя, если средство таковое, оно так и будет себя проявлять. Вот. Ну, надеюсь, всё-таки, очень надеюсь, что отзывы не стали бы наврать, да. Я очень надеюсь на это. Ну, а сейчас, наверное, пойдут самые маленькие наши посылочки. Посмотрим, что же здесь. Вот она такая вот. Сейчас издалека покажу. Вот. Вот такая вот малюсечка. Вот это реально, ребят, такая малюсечка пришла. Причём такое чувство, что её сложили вдвое. Я аж испугалась, думаю, как так? Так, в общем, я выбирала на сайте, ребят, повязку для волос. И я её так долго, вы не представляете, месяц за месяцем я выбирала, выбирала. Потом, я не знаю, уже на полгода забыла про это дело. Потом опять выбирала. И вот сейчас, я не знаю, второй или третий раз я приглядывалась к этим товарам. Но одна большая ошибка, ой, точнее, одна большая проблема, которая мешает мне купить этот товар, это то, что я не могла найти отзывов таких, что, типа, вот, отлично сидит на, ну, вот, как-то по окружности головы, вот, ну, да, что она не слетает, не жмёт, не ещё что-то. То есть, чтобы всё было в порядке. И вот, вроде бы, я нашла этот товар, но когда я нашла, я не могла определиться с цветом. Там так много было расцветок разных, очень красивых. И вот сейчас я получаю этот товар, и я такой думаю, блин, ну, он как бы, да, похож немножко на фотографию на сайте, но он отличается. Вот, я почему-то думала, что вот эти вкрапления, они не будут такими огромными, а они, мне кажется, вот сейчас именно огромными вкраплениями на фоне белой самой вот этой вот полосочки, повязочки. Вот, ну, поглядим, что это будет, не знаю. Надеюсь, что лада там с цветом, да, если что-то даже не так. Главное, чтобы этот товар выполнял свою функцию, сидел на голове нормально и никуда оттуда не слезал. Вот, пока, так сказать, человек сам её не снимет оттуда. Ребятки, я её открыла, ну, посмотрите, какая милота. Я прям нарадоваться не могу. Как-то в упаковке она смотрелась не так. Ну, да, вот прям крупные вот эти вот вкрапления я прям не могу. Ну, знаете, ну, если так, то пусть так будет. Главное, чтобы она мне не жала нигде. Вот, это самое главное. Ну, посмотрим, надо будет примерить её, посмотреть, как она. Я сейчас подержала немножко в руках и поняла, что вроде бы, вроде бы она нормальная с этой точки зрения. И это не может не радовать. Одну я покупала в фикс прайсе, по-моему, да, она была по небольшой цене. Но она мне, это, жала, короче, да. Она и жала, и, по-моему, она просто слетала с головы, да, потому что она была маленькая. Она сжимала мою голову. Ну, не сильно сжимала, но всё-таки очень некомфортно было. И через, я не знаю, через минуту она уже слетала. Жесть, короче. Зачем такие продукты продавать, я не понимаю. Ребят, я догадалась, почему здесь такая расцветка. Это не просто пятнышки, это сердечки. Блин, на сайте не было этого видно, что это сердечки. Что за это? Вот почему нельзя сделать нормальную фотографию на сайте, чтобы люди могли понять, что это и как это. В общем, ребят, померила я этот товар. Тут ниточки какие-то. Что я могу сказать? То, что, да, это, конечно, лучше, чем штука из фикс прайса. Но в ней тоже есть недостатки. И это, конечно, меня бесит. Потому что всё вроде в ней хорошо, да. Она мягонькая такая, прикольненькая, да. Даже неважно, какой цвет вы выберете. Там много, много расцветок разных. Ну, нужно присматриваться. Вот на эту, например, отзывов, по-моему, не было. Или были. Ну, какие-то тоже непонятные, с непонятными фотографиями. По-моему, один или два. Ну, короче, какую-то одну фотку вроде я видела где-то. Вот. Что могу сказать? Видите? Сама ширина её, она недостаточная. Для меня нужно, ну, где-то, если не в два раза больше, да, а в полтора раза. Ну, хотя бы. Хотелось бы, да. И всё равно меня не покидает ощущение, что вот-вот она свалится у меня, короче, с головы. Вот. Это, конечно, раздражает. Ещё я заметила, что немножко она неаккуратно выполнена. Ну, всё-таки там не такие уж большие деньги были. Ну, и не такие маленькие, извините. Вот. Могли бы нормально шить. Вот. Здесь какие-то вот колтуны возле вот этой вот серединки, да. И вот это... Ну, в принципе, мне этот эффект понравился. То есть, смотрите, я могу вот сделать вот так, да. Она будет... То есть бантик, как таковой, ни на чём не держится. Я его вот так вот вытягиваю, оп, и в другую сторону, соответственно, так же могу потянуть. И он, ну, как сказать, штучка превращается в олигантный бантик. Ой. Ой-ой-ой-ой. Вот. Ну, в общем, как-то так. Да. Ну, знаете, одна штука не может меня не радовать здесь. Это то, что мне не жмёт. Мне реально не жмёт ничего. Блин. Вот за это им плюс, конечно. Итак, на очереди ещё одна. Третья небольшая посылочка. Точнее, вторая небольшая посылочка. И третья вообще просто по счёту наша посылочка. Так. Пытаюсь её узреть издалека, скажем так. А данный товар, ребят, был куплен специально для одного члена нашей семьи. Это для Щербета. Вот такую вот штуку я хотела её апгрейдить. Ну, посмотрим, получится или нет. Хотела сделать, в общем, лежанку для кота, для Щербетика. Вот, видите, думала, что же купить. Надо было в бюджет, так сказать, уложиться. Но ничего не могла найти лучше, чем наволочку декоративную. Но, по-моему, то, что я нашла, ребята. Вообще, за такую цену, ну, такое качество нигде там не найдёшь. Ну, а где-то вообще искать, ну, точно не найдёшь. А на Азоне тем более. Вот, точнее, наоборот. На Азоне не найдёшь. А вообще где-то ещё тем более. Так что, так что, я очень надеюсь, что ему понравится. Буду апгрейдить. Мне, в принципе, что? Остаётся наполнить её чем-то, да. И он сможет уже лечь так спокойно, аккуратненько. Всё почему? Почему я решила это сделать? Потому что прошлую лежанку уже отправили в утиль. Стасик отправил в утиль. Ну, всё правильно. Она была уже не особо такой аккуратненькой. Просто у меня для неё тоже была идея, но Стас уже не успел... Ну, короче, Стас её, так сказать, попрощался с ней, но мне ничего не сказал об этом. Когда я узнала, я такая, Стас, ну что ты сделал-то? Вот. Он, короче, не знал, что у меня была идея, как её модернизировать, ту вещь. Вот. Ну, ладно. Будем разбираться с новой вещью. Теперь ещё, ребята, появится официальное место, где он может проводить всё своё время, и свободное, и несвободное. Отдыхать от нас, отдыхать от кокоса. Вот. Посмотрим, понравится ему или нет. Вы знаете, весь прикол в том, что я не уверена, щербет поместится на неё или нет. Потому как я её открываю, а она, извините меня, меньше размера, чем я думала. Хотя я мерила вроде, мерила, что-то там сравнивала. Ой, эти размеры, эти фирмы всякие. Это было нечто, ребят. Лежанки для зверей сейчас очень прям, ну, я имею в виду, для животных очень и очень такие дорогие. Прямо такое чувство, что они больше ещё стали стоить. На самом деле, они всегда так стоили. Вот. Просто сейчас, когда надо какую-то вещь, да, понимаешь, блин. Они всё так же, ну, остаётся в цене, ну, то есть, как-то не дешевеют. Раньше хоть какие-то акции были, сейчас что-то вообще никаких. Так, только чуть-чуть. Сто рублей туда, сто рублей обратно, как бы, ну, не делают погоду особо. Вот. Короче, они стоят примерно от 800 и выше, ребят. Вообще очень-очень дорогие. Вот. И я подумала сделать наполнение на эту штуку, и получится, в принципе, та же лежанка. Вот. Представляете, какая гениальная Даша. Подумала, что тут ходить вокруг да около. Надо сделать вот именно так. Что тут ещё написано на этой штучке? А что-то тут есть, наверное, сайт их. Что-то не вижу, что написано. Оказывается, ребят, здесь было написано, что... Точнее, с другой стороны так и есть написано. Сделано в Белоруссии. Вот. Белорусская фирма. Здесь где-то... Ну, практически на серединке, но не на серединке, а чуть выше. Есть такая змеечка. Посмотрите, шикарная чёрная змеечка внутри. Вот так мы её закрываем и получаем вот такую вот подушечку-лежаночку. Меня очень удивило качество ткани. На фотографии кажется, что она просвечивается. То есть, как такового, а внутри нет плотного слоя. Но посмотрите, слой есть, и он достаточно такой крепкий, хороший. Вот. Это не может не радовать. Я прям в шоке. Смотрите, здесь получается как две строчечки. Да, только они как будто... Да-да-да, они как будто неровные. Смотрите. Оп-оп-оп-оп. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Как так, ребята, как так? Вот. Ну, в принципе, такое чувство было, что поверхность будет бархатной. Но она не бархатная как таковая. Ну, мягкость в ней есть. Она присутствует. Но сказать, что она бархатная какая-то, я не могу. Знаете, цвет, может быть, плохо сейчас передаётся, но он какой-то, знаете, то ли алый, то ли багровый. Вот как-то так, знаете, что-то среднее. Вот. И змеечка кончается вот так, не доходя прям до конца. Тут, я не знаю, сантиметра два-три точно. А там, где она начинается, там где-то, не знаю, сантиметр или полтора сантиметра. В принципе, в принципе, качество мне понравилось. То, что где-то что-то не очень так сшито, это хотя бы не видно. Вот, так что всё равно молодцы белорусы. Получается так, Белоруссия, да? Так что, да, спасибо вам большое. Посмотрим, как это на практике будет. Надеюсь, что ещё ребяту понравится. Ну что, на сладкое у нас осталось две вот таких вот, остались, точнее, две таких вот вещи. И вы, наверное, догадываетесь, что это. Но если не догадываетесь, то я вам расскажу. Это когтеточки. Как я рассказывала уже в своих прошлых роликах, сейчас Озон стал делать такую не очень хорошую вещь, честно скажу. Он, в принципе, я говорила, что вполне возможно, что сайт сделает это, такую вещь не только относительно тетради, которую я покупала, но и относительно остальных товаров на сайте. Ну, что он и сделал. В общем-то, теперь некоторые товары можно купить только в двойном размере. То есть, на сайте вы можете увидеть такую надпись, что от двух штук или от трёх штук. Поэтому когтеточки мы покупаем, теперь, видите, от двух штук. И из-за этого я не могла купить другие товары, потому что сумма, которая была у меня, та вот эта вот часть, она пошла на вторую когтеточку, хотя я её не планировала брать. Но мне нужно было её взять, потому что я бы не смогла взять данный товар. Вот они, эти когтеточечки. Сейчас распакуем их, посмотрим. Они идентичны тем, которые были у нас ранее, но не знаю, как-то разбрала я вот эти вот или нет, они чуть меньше по размеру, сверху и сбоку. Вот это, ребята, они, конечно, запаковали, посмотрите. Я вроде аккуратно открывала, но всё равно вот эту вот травку я, ну, чуть не порезала. Точнее, я уже её порезала. Как это кошачьи мяты или как-то так. Да. Она часто бывает в таких вот товарах, но могу сказать, что не всегда. Очень часто, но не всегда. Так что, смотрите, есть в комплекте она или нет, если вам это важно. Смотрите, сколько слоёв там, я не знаю, 4, 5. Блин, зачем было так заматывать? Я еле-еле открыла. Ребята, смех и грех. Мне, короче, напоминает эту всю шоколадку, которую достаёшь. Длинная-длинная такая большая-большая шоколадка. Достаёшь её из упаковки, но почему-то упаковки на ней в 4 раза больше, чем надо. Офигеть, ребят, я в шоке. Сколько здесь её, я вообще не знаю. Ещё потом кто-то говорит про это, про то, что надо заботиться об экологии, но почему-то мы это делаем не на таком уровне, чтобы... Вот если бы все заботились об экологии, это я понимаю. А так, когда кто-то заботится, кто-то не заботится. Я же говорю, ребят, сколько остаётся. Посмотрите, только целый такой вот, не знаю, каркас остался. Прямо целый рот такой. Короче, здесь ещё можно что-нибудь хранить. Наверное. Лучше не надо. Домашний кот. Без забот и хлопот. Хоумкэт. Да, эта марочка нам известна, поэтому... Кот доволен и мебель в порядке. Когтеточка малая. Вот как она называется. Когтеточка малая. Это 58 на 10 сантиметров. С кошачьей мятой. Произведена в России. Город Домодедово. Вот, вот такая вот она. Когтеточка. И сзади выглядит она вот так вот. Здесь почему-то дырочка. Долщина, мне кажется, у неё меньше, чем та, которую мы обычно берём, кроме размера, чем они отличаются. Вот. В принципе, наверное, всё. Всем спасибо, ребят, что смотрели. Подпишитесь на канал. Поставьте лайк, если вам понравилось это видео. И жду вас на своём канале ещё много-много раз. Всем спасибо. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»